Хотите узнать объективно, как относятся жители одного из районов Донецка к существующему сейчас в Донецке положению? Хотите? Получите. За полтора года, Захарченко, я хочу сказать, что могли за полтора года что-то сделать с этим одним. Ничего абсолютно. Здесь они не хотят, им выгодна эта война здесь. Нет, это политика здесь. Вы знаете, в каждый кабинет заходишь и прошу, дайте, как мило стыню, прошла, а она сидит вся, да кого вы надо? Накрашены, намазы слиются с нами. А вот и на станке стояли, отстреляют, проезжают, отстреляют, проезжают, а братка летит. Они говорят, не выходите сегодня. Вышли мы, Боровскую Ларису с 59-й школы учительницы, разорвала на части, а другой рукой ноги. Там трупы валялись, никому не надо на 15-м. На Крупске, на Взлетной. Вот одна женщина добилась и пошла к Захарченко. Говорит, при мне украли. Я три раза поймала воров, ДНРовцев. Ребят, что вы думаете? Да ничего. Я куда-то такое не писала. А вам что надежду одел? Надо, чтобы тут было. А они возле меня блокпост. Возле меня блокпост. А у вас там, да? На 15-м. А шахту, я бы сказала, кто вывозит? Кто? Кто машинами здесь, фурами ездит? Кто ее, скажите, пожалуйста, вывез? Кто режет? Кто режет. А люди остались без работы. Я сама лично с Охтябрьской. Я работаю на Охтябрьской шахте. Я работаю на Охтябрьской. А что мы теперь остались? Металлические какие-то конструкции, что они не грузят, а прицепляют и осваивают, тащат, искры летят. И вот рядом тут принимают. И вот там гаражи. Все машины и все ворота. Все повывезли. Все. Хорошо, будем жили. Все. Все. Ну, честно говоря, каких может быть договоренностей, когда все это стреляют? 15 раз договоренностей. Во-вторых, что за республика, которая урезанная? Я понимаю, была бы полностью Донецкая область, Луганская область полностью, тогда хоть какая-то хоть можно было что-то построить. Как можно построить, если Донецк вот он, а через 20 метров находятся боевые укрепления другого, например, государства? О каких может быть договоренностях в таком случае? Правда, знаешь, за что именно пойти? За то, что, к примеру, непонятно, как опять Пушилим будет там перья свои распускать минские договоренности, которые о их амнистии, непонятно, о какой амнистии, чем, чего, чтобы опять все это в Украине было. За что воевать тогда? Информации нет. Захарченко, например, только рассказывает, что вот все будет хорошо, через неделю будет бензин вообще дешевый. Это мы слышим с сентября месяца. Хотя бензин, например, в России стоит два раза дешевле, чем здесь. Странные договоренности, это непонятно. На границе, например, невозможно ни выехать, ни заехать. Вообще ДНР проверяют очень сильно. Хотя с российской стороны вообще очень мало проверяется. Но с ДНР относятся очень, к примеру, пограничники нелояльно, к примеру. Немножко жизнь возвращается. Ну как можно возвращаться жизнь, если ни одно предприятие не работает? У меня, например, жена работает на заводе. На заводе работают, они приходят получать минимальную зарплату тысячи рублей. Что такое тысячи рублей сейчас? Завод не будет работать до тех пор, пока стреляют, пока идут боевые действия. Договоренности. Вот что-нибудь, что-нибудь. Они что-нибудь принесли? Что-нибудь. Вот мне сам лично сказать, что они принесли? Нет. Я, например, не вижу, что что-то принесли. В этом доме и в нашем доме. Нам же никто не ставит в известность, кто стрелял, куда стрелял, зачем. А мы здесь заложники. Чисто мое мнение, еще год назад очень моих знакомых очень, в принципе, были за ДНР. Вот сейчас, например, если какой-то референдум будет, я больше чем уверен скажу, что 50% уже проголосуют против. Это надо спросить у Захарченко. Почему такая идет война 2 года? Когда приезжали представители, сейчас тебя перебью, когда приезжали представители, типа, администрации, Захарченко, вопрос такой был поставлен, когда прекратится обстрел. Он сказал. Ну, сказать, блин, и сделай. Правда, не он был, а кто-то был. А какая разница? Ну, кто-то, я еще фамилию. Представитель власти. Представитель власти. Сказал, не нравится, выезжайте отсюда. Что за постановка? Если ты взялся уже, так делай что-нибудь. Конечно. Нет, давайте разберемся. Хорошо, нам будет легче. А как будут такие люди, которые живут в Авдеевке, которые в Песках? Теперь будет по ним стрелять, получается? Знаешь, в Авдеевке, например. Так Авдеевку начнут обстреливать, например, если отвоевать Авдеевку. Обезьян поймали. Зачем? Вот, видите, забитая. Колонку у человека сняли. Просто тупо колонку. Телевизор сняли. Этих тварей надо просто, я говорю, даже за украинских, я говорю, за наших тварей. Их надо рвать на месте. Как собаки вот рвут друг друга. В доме поймали несколько человек. Их буквально неделю продержали. Они опять дольше тут пьют, гуляют. Нам бы понравилось, как бы они вызвали нас, народ, и привели их, и сказали, вот это вот. Вот. Вот это пример. И другой уже не полезет. Валер, помнишь, когда только началось, когда только в прошлом году? А, когда говорили, да. Когда только троллей, когда сорвали, их там расстреляли, два человека, расстреляли там на углу, где бывший кинотеатр, за то, что там троллей начали рвать. Целых два месяца или три месяца, никто даже пальцем не притрогнулся. На полу. На полу. На полу. Валялась даже на полу. Два месяца никто даже не притрогнулся. Как попустилось все, началось моментально. Закройте эти металлоломные приемки. Даже здесь, на территории он работает. Так они еще добавили. Сейчас, то было через две улицы, через дом. Меня звонят из туда, из Киева. Говорят, ой, наши, видать же, войска, уходят же, забирают, воруют. Говорят, такой богатый Донецк, такие вещи наши привозят за даром. Там говорящая голова только расскажет, вот нас обстреляли шесть раз. Вот только вы пока стоите, разговаривали с нами, уже пять раз только выстрелили. А говорящая голова, за целый день, всего лишь три или четыре раза выстрелили. За что они медали себе понацепляли? Они что, что-то сделали такое? Чтоб мы жили, это ж тяжелое оружие. Да, между собой там внутри. Выберут нормальные человеческие правительства, мы согласны, будет все нормально. Дай вот этот путь забирать, там, этот... Ну, от Киева туда дали, да, да. В Шехе вот это, Польша, они там плачут за их. Вот, они оттуда пришли, с Чехии, Венгрии, Польша, пусть забирают. Мы без них тысячу раз... Ну, пошла уже, родственники Лисичанске живут. Тоже, они и заданы, и тоже говори напротив, потому что никакой информации нет. Что собираются они дальше делать? Мы не знаем, что продано, что забрано, куда оно ушло, все, тут много... Вообще, лозунг был красивый. Война для нищих. А получилось наоборот. Как был, кто у власти, кто ездил на Мерседесах, тот и ездит дальше. А мы остались вот это вот, как были нищие. Были нищие. А сейчас мы еще хуже стали. Я уже не видел их. Мы только их в телевизоре видели. Знаете, в целом, было всего лишь организовано два раза ярмарка. Здесь стрелять, они говорят. Мы не можем приехать, ни скоро дать, ни... Вы мне извините, здесь очень много людей живут. Любой дом возьмите, тут живут семьи, вот в каждом доме живут семьи по 10, по 15. То есть дом не абсолютно пустой, это пустые дома, которые абсолютно разбиты. Вот даже доктор идет в больницу. Больница работает. Это у нас, идет в больницу, больница работает. А люди, которые сидят у власти, работать не хотят. Они не хотят работать, просто. Я договорюсь. Посадят на херню.